всем привет меня зовут владимир мельников есть мое видео для свой канал на ю тубе в частности про автомобильные эксплуатационные материалы сегодняшняя тема топливное и газовое оборудование но прежде чем начать с основной часть данного видео хотелось бы сказать пару слов от себя то что данное видео является очень актуальным ведь и всем мы прекрасно знаем то что газовое оборудование сейчас активно устанавливают на автомобиле и вот краткие сведения о газовом оборудовании так сказать азы основы требования к качеству газового топлива также как и к бензину дизелю так и к газу есть свои соответствующие требования основные требования предъявляемых к качеству газового топлива это хорошая смешиваемость с воздухом для образования однородной горючей смеси да это так то что газ и воздух очень хорошо между собой смешиваются в отличие от дизеля или бензина высокая калорийность образуемого горючей смеси дальше отсутствие детонационные при сгорании в цилиндрах двс то есть такое скажем так волна которая образуется в момент зажигания свечи она присутствует на не такая сильная проще говоря далее это минимальное содержание смолистых веществ в механических примесей то есть те если бензин и дизель мы знаем то что они в какой-то мере загрязняет двигатель а бензин так вообще чуть ли не скажем так засирает вот то в отличие от них газ будет в этом плане почище вот то есть на горообразование там минимальные следующее это минимальное содержание смолистых веществ вызывающий коррозии поверхностей детали окисления и разжижение масла и картера двс то есть по сути это продолжение предыдущего пункта то есть если отсутствует кокс образование то есть вот эти смолистые вещества то соответственно при их отсутствии то не будет вызываться коррозии с нибудь коррозии то двигатель то ресурс двигатель будет увеличен и все в отличие от бензина и дизеля особенно от бензина ведь бензин о по сравнению с дизелем и газом он очень много образует кокса образованием соответственно высокая коррозийное образование отсюда и высокая изнашиваемость двигателя все еще это минимальное образование токсических и канцерогенных веществ в продуктах сгорания то есть топливо сгорает без остатка не остается такого чтобы все топлива там какой-то остаток не сгорел не отработался и вышел в выпускной коллектор это топливо сгорает полностью без остатка далее способы сохранения состава и свойства и свойства во времени и объеме то есть проще говоря даже если мы двигателем то есть машины не пользуемся бензин и дизель они все равно будут изнашивать те или иные ресурсы каскать детали двигателя первую часть это бензобак топливный бак в котором беден может просто лежать он все равно там образует коррозию какие-то скажем так остатки какой-то на кого-нибудь грязь или еще что-нибудь а газ в газобаллоне он находится и все и ничего не происходит следующее это невысокая цена производства и транспортировки ну что тут сказать да это правда то что газ по сравнению с бензином на азэс автозаправочных станциях будет подешевле по цене вот тоже достаточно ну как сказать транспортируется это легко но техника безопасности если чувствую честь там довольно таки опасно на мой взгляд не знаю вот поэтому с транспортировкой нужно быть поаккуратнее вот ну и само оборудование то есть у вас легковой автомобиль и у вас нет соответствующих газовое оборудование то что сказать в этом реально такой минус то что газовое оборудование со всеми документами стоит достаточно дорого вот но в принципе о газе я уже рассказывал в одном из своих предыдущих видео сайте соответственно будут в описании и с жиженый газ то есть есть два вида газа так в газообразном состоянии и в жидкостном чем они отличаются то что один газ трубы и жидкость это понятно но технология в чем заключается жиженым газом то есть берут газ и сжимают атомы и молекулы до такой степени то что и в итоге он переходит из газообразном состоянии в жидкообразные отсюда такой понять как сжиженный газ то есть имеется ввиду то что молекул газы сжали между собой и он перешел этот газ из газообразного в жидкообразное состояние также основным компонентом жижного газа является пропан c3 h8 и кутан c4 h10 и их смеси ну проще говоря между собой смешивают с другими газами плюс пересадки и так далее получают эти углеводород из газов сопутствующих нефти при бурении скважин и из газообразуемых фракций образующихся при различных видах переработки нефти продуктов и каменного угля то есть по сути но при добыче нефти скажем так и попутно извлекают газ а дальше на соответствующих заводах его берут и обрабатывают в те виды газа газа топлива который нам надо это пропан бутан там метан и все остальное да также хотелось бы сказать то что сам газ природный газ он бесцветен и не имеет запаха вот а то что мы допустим чувствуем запах дома или в машине это говорит о том то что на заводе добавляют соответствующие присадки чтобы мы на запах чувствовали утечку газа вот и все вот но что такое присадки я уже рассказывал одном из своих видео в принципе вот такую основу понять термин так далее вот ссылки соответственно будет в описании следующее то есть продолжение это критический температура пропана 97 градусов и бутана 116 градусов цельсия значительно увеличивает обычный температур окружающей среды поэтому эти углеводороды при необходимости при необходимом давлении без охлаждения переходит в жидкое состояние при плюс 20 градусов цельсия пропан сжимается под давлением 0,716 мегапаскаль обутан под давлением 0,103 мегапаскаль те газа баллонной установки для производства сжимаемого газа является установками октанового числа пропана 105 то есть проще говоря газ имеет достаточно большое октановое число а нормальный а нормальный бутан и изобутан 94 плотность сжимаемого газа составляет 510 580 килограмм на кубический метр те они в два раза легче воды вязкость газов очень мало что облегчает а транспортировку их по трубопроводу коэффициент объема расширенного расширения снг очень велика те при увеличенной нагруженности температуре они значительно расширяются поэтому при заполнении резервуаров необходимо оставлять и свободное производство примерно 15 процентов от емкости в нормальном состоянии снг не не ядовиты и не имеет запахов то есть по сути газ он не ядовит но если надышаться голова будет в лучшем случае кружиться а в худшем скажем так можно потерять сознание но это как вы поняли берется не с потолка а методом проб и ошибок особенно в лаборатории то есть такие вопросы изучает в лаборатории дальше идет схема газобаллонной установки на автомобиль у вас 2362 проще говоря данная схема является самый простейший самый наглядный и так что мы видим это первое газовый баллон 2 это мульти клапан 3 заправочное устройство 4 4 трубка от заправочного устройства к мульти клапану 5 шланг отвода охлаждающей жидкости 6 редуктор 7 дополнительный подогреватель 8 фильтр газовый 9 шланг забора вакуума из 1 ресивера 10 шланги газопровода 11 шланги провода охлаждающей жидкости 12 газовая рампа с электромагнитным клапаном и штуцер штуцерами 13 шланг отвода газовых испарений 14 трубка от мульти клапана к редуктору и так сжиженный газ по госту 27 57 8-87 газы углеводорода с сожжение для автотранспорта установлены следующие следующие марки снг п.а. пропан авто для применения в зимний период при температуре от минуса 20 градусов цельсия до минус 30 градусов цельсия п.б.а. пропанобутановые автомобиля для применения при температуре менее минуса 20 градусов и следующая под тема сжатые углеводороды газа природно-топливный сжатый газ получают из-за горючего природного газа транспортируя по магистральным газопроводом или или городским газовым сетям компрессионным и удаленным применение по технологии не допустим не допускающие изменения компонентов состава а природный газ состоит состоит из-за метана c h4 оксида углерода co и водорода h2 в зависимости от места рождения содержания метана в газе может быть в пределах 40 82 процентов его критическая температура составляет минус 82 градусов цельсия поэтому при нормальных температурах даже при высоком давлении эти газа не могут быть сожиженными для этого необходимо меньшей температуры октанового числа метана 110 ну подводя итоги хотелось бы сказать то что также газ в отличие от бензина и дизеля имеет низкую вязкость то есть что это имеется то есть от баллона до двигателя по трубопроводу он будет двигаться гораздо быстрее нежели жидкость а жидкость это у нас данном случае это битин и дизель вот ну что хотелось бы сказать то что данное видео является скром так азами такими основными основной информации которые надо знать и располагать вот надеюсь это кому-то помогло пишите комментарии не забудьте подписываться на мой канал писать комментарии ставьте пальцы вверх также обращать внимание на подсказки добавлять ко мне в различные соцсети я лично этом буду очень рад но на этом все все спасибо и до новых встреч